Кира – ученица пятого класса одной из Краматурских школ. О том, как правильно себя вести, если найдет подозрительный предмет, она с одноклассниками узнала на уроке о правилах поведения со взрывоопасными предметами. Если вы увидели этот предмет, и если он вызывает подозрение, нужно не трогать его палкой, не играться с ним, ничего не кидать, не пинать. Нужно просто отойти на ногу подальше и позвонить в специальную службу, чтобы они устранили этот предмет. Чтобы детям на линии соприкосновения было легче воспринимать сложную информацию о взрывоопасных предметах и серьезности проблемы заминированных территорий, для них подготовили специальные книги в виде комиксов. Нами было разработано такое учебное пособие в виде комикса, которое направлено на обучение детей возрастом с пятого по девятый класс. Этот учебник имеет информацию практических, теоретического направления. Есть видеоролик за определенным QR-кодом, за которым можно ознакомиться. Курсы проводят не только в школах, но и для работников предприятий, которые работают на подконтрольной Украине территорий Донецкой и Луганской областей. Мы проводим наши заходы поблизости линии размежевания. И это место – одно из мест, где накопичена большая количество людей, которые работают в полях. И люди должны знать, как бороться и что делать. За семь лет боевых действий на Донбассе саперы проверили участки общей площадью более 32 тысяч гектаров. Нашли и уничтожили около 220 тысяч взрывоопасных предметов. Наша страна, к сожалению, входит в топ трех стран, которые имеют наибольшую угрозу по инцидентам, связанным с минами. Третье место мы занимаем по инцидентам по противотранспортным минам. И пятое место в мире занимаем по случаям подрывов на противопехотных минах. И, к сожалению, на подконтрольной Украине территории 700 тысяч гектаров есть заминированные, которые представляют угрозу жизни и здоровью людей. На сегодняшний день в Украине более 600 взрывотехников ежедневно проводят работы по разминированию. По данным посольства США в Украине, с начала боевых действий на временно оккупированных территориях погибли от разрыва мин уже 2000 человек. Среди них как военные, так и гражданские лица. Анастасия Лисовая, Новости Украины.